На события в Китае мы всегда смотрим как с другой планеты, но в этом году, кажется, побиты все рекорды. Когда Китай закрывался на карантин, остальной мир еще не верил в коронавирус. Теперь мы ждем вторую волну, а в Китае возродились автосалоны. И едва ли не самым ярким концептом пекинского автошоу оказался Great Wall Futurist. Название шикарное во всех смыслах, учитывая, что это не модный кроссовер, а пронизанный ретро-стилем седан. И еще забавнее, что основанная в 1984 году и почти не строившая седанов компания Great Wall обращается к стилистике 50-х и 60-х. Какие тогда в Китае были автомобили? По-хорошему, никакие, но изредка встречались советские. Не будем удивляться, что российские комментаторы увидели так много сходств с нашими «Волгами» и «Москвичами». Но нет, дизайном Great Wall и Havala уже два года командует Фил Симмонс, сбежавший в Китай из ландровера. В данном случае англичанин перепевает мотивы американского и европейского стиля. Основная роль футуриста – продемонстрировать возможности платформы Lemon, которая уже используется на новейшем Havala H6 и кроссовере Dogo. Но строить на ее основе можно не только паркетники, но и седаны, минивены и вообще что угодно, длиной до 5 с лишним метров и с любым силовым агрегатом. Платформа рассчитана на обычные ДВС, гибриды, электропривод и даже водородные топливные ячейки. К слову, первые водородные машины у Great Wall появятся уже в следующем году. Конкретно футурист демонстрирует чисто электрический вариант с литио-ионной батареей без кобальта, которая якобы обеспечивает пробег до 700 километров. Китайцы уверяют, что футурист не останется шоукаром, хотя не называют ни сроков, ни конкретной марки, под которой выйдет серийная модель. Помимо условно-легковой платформы Level, Great Wall развивает и рамную платформу Tank, которая ведет родословную от уже серийного Хавейла H9 и пикапов P-серии. К этому же семейству относятся и представленный летом внедорожник Weitank. А премьера Пекина – это электрическая версия пикапа. Одновременно модель получила латинизированное название – Poer. С одной стороны, это слово созвучно с китайским именем P-серии и иероглифом Pao, с другой – звучит почти как английская Power. Похоже, что под этим названием пикапы отправятся на экспорт. Электроверсия же при мощности за 200 сил обладает рекордным в Китае запасом хода – 400 километров. Цены и сроки выхода на рынок пока не сообщают.